здравствуйте дорогие друзья сегодня прямой эфир посвящена провокаторам которые используют коронавирус для того чтобы осуществить свои коварные планы в тех или иных странах мы знаем что этот коронавирус используется разными странами в разных целях но не остаются на стороне и непризнанное образование и разные сепаратисты которые используют коронавирус своих целях о них и сегодня мы будем говорить речь пойдет о сайте regnum.ru хотя это не сайт это информационное агентство зарегистрированное в россии в москве значит regnum.ru все знают я вот хочу вам показать статью статья называется выход к границам ирана жизненно важный и стратегический вопрос для россии давайте я вам покажу все это на экране экране вот все то же самое технические возможности позволяют нам демонстрировать на экране этого эфира значит что тут написано regnum все знают значит станислав тарасов кто еще там у нас есть модель с колеров и все остальное место взятая значит и автор статьи смайл шабанов про этого персонажа мы будем говорить потом значит что тут говорится говорится что выход к границам мира на жизнь важный стратегический вопрос для россии мы все знаем что прямого выхода к границам ирана у россии нету и россия граничит с азербайджаном азербайджан граничит с ираном то есть автор статьи утверждает что россия должна напрямую выйти к границам ирана через азербайджан или же иными словами россия должна оккупировать азербайджан заново как это было в апреле 1920 года не будем бежать вперед что тут говорится не буду много читать потому что статья длинная длинная да есть кому интересно могут как бы открывать regnum.ru написать там выход к границам ирана и найдут статью прочтут значит что тут говорится вначале говорится что сейчас происходит в азербайджане в борьбе с коронавирусом насколько нам известно в азербайджане заразившихся в основном концентрирует в талышской зоне насколько это правда и начинают писать всякую пылицу правду и неправду о том что происходит в азербайджане в южных районах азербайджана связанная с коронавирусом читать не буду и вам не советую потому что сплошная ложь но если кому интересно раз уж я и кого-то заинтересовал могут открыть и прочесть эту статью что я хочу со своей стороны сказать сейчас выключи эту статью чтобы с вами спокойно пообщаться так смартфон дисплей отключить значит на этой статье говорится что вроде бы в талышской зоне азербайджана то есть южных районах азербайджана линькирана астара концентрированы карантинные зоны против коронавируса и автор статьи исмаил шабанов приводит это как некое доказательство того что в азербайджане типа целенаправленно идет какая-то кампания против талышей а сразу хочу сказать что исмаил шабанов является сепаратистом выступает за создание на территории азербайджанской республики какой-то псевдо зоны под названием толшистан мы свое время в москве пересекали неоднократные попытки презентовать то ли гимны то ли флаги то ли гербы то ли какие-то еще атрибуты этой непризнанной зоны вполне удачно пересекали и связи с тем сепаратисты которые себя называют значит гражданами якобы толшистана в кавычках меня очень не любит даже ненавидит речь сейчас на мне об этом речь о том что вот эти сепаратисты используют ажиотаж новостей вокруг коронавируса и хотят привлечь внимание рашки российской общественности на то как будто бы в азербайджане только в талыши там только в зоне где живут проживает талыши в большом количестве сконцентрированы карантинные зоны для больных коронавирусом давайте сначала вспомним откуда в первую очередь начали приходить граждане азербайджана с заболеваниями коронавирусом конечно конечно же с иранской зоны какие район азербайджана граничат с иранами конечно же южная граница азербайджана и соответственно появление первых лагерей или там первых зон карантинных зон против коронавируса в южных районах азербайджана это вполне разумное решение вполне резонное решение и упрекать в этом не руководство азербайджана не правительство которые борются с коронавирусом вполне успешно хочу подчеркнуть не стоит но учитывайте что и из россии поступили данные о том что граждане азербайджана российского граждане россия азербайджанского происхождения тоже пребывали в азербайджан с этим вирусом с этим заболеванием и связи с чем на северных границах азербайджана то есть в районе хачмаз губа гусар были созданы зоны карантинные зоны где разместились больные даже не больные просто приезжие из россии хоть это граждане россии хоть и граждане азербайджана не имеет значения все они разместились в карантинных зонах в течение двух недель кто кого-то уже отпустили кто-то еще значит до сих пор там проживает и это вполне понятно но представьте себе что из северных границ азербайджана выступает против размещения людей с коронавирусом лесгины с южных границ выступает против размещения там больных коронавирусом это лыше и что получается опять что мы возвращаемся 90-е годы когда используя развал советского союза каждая национальность объявила о своем скажем так праве на самоопределение хотели отделиться азербайджана нет возврата к 90-м годам не будет но мы видим что сепаратисты которые осели в москве и пользуются какой какой-то поддержкой есть у нас сведения какой поддержкой они там пользуются об этом мы потом поговорим но они вот выступают такими заявлениями хочу сказать что не только северных районах азербайджана не только южных на районах также и в центре то есть в баку пятизвездочных отелях четырех звездочных отелях находятся карантинные зоны где размещаются люди прибывшие из разных стран и у них даже может быть и нету дай боги никогда и не будет коронавируса но они там размещается в целях профилактики этой болезни этого вируса чтобы не допускать заболевания других людей проживающих на территории азербайджана почему там бакенцы об этом ничего не говорят почему-то северные районы лесги на и таты и другие люди проживающие на северных районах тем более они размещены на территориях отелей значит район называется набран набранского района пятизвездочные отели 4 звездочные отеля везде размещены значит люди значит прибывающие из других стран особенно из россии не самолетом и автомобилями автобусами то есть наземным путем они там размещаются они ждут свою очередь чтобы выйти из карантинной зоны почему-то северный район район об этом ничего не говорят и бакинцы об этом ничего не говорят хотя баку тоже находится огромное количество карантинного но почему-то вдруг в москве исмаил шабанов вместе со своими дружками кто эти дружки мо папа потом об этом поговорим решили решили против азербайджана выступать на сайте regnum.ru ну в конце этой статьи говорится что вот россия пока не поздно должны одуматься присоединить себя азербайджан и выйти на границе ирана напрямую и так далее тому подобное я вам покажу этот момент просто значит что тут говорится смотрите последний абзац этой статьи статья говорится что значит про турцию что-то пишут и в конце в азербайджане есть силы способны на это в россии это знают это это типа дружба азербайджана с турцией имеется ввиду такое происходило в истории республики но на сей раз рождебные россии элементы надо выкорчевывать полностью и не позволяя им переобуваться на ходу как это происходило 1920 году когда одиннадцатая красная армия входила в азербайджан кроме того выход границами ирана жизненно важный принципиальный вопрос отношения к сфере государственной безопасности российской федерации двери для нежелательных элементов в наш регион следует раз и навсегда закрыть эсмаил шабанов но про эсмаила шабанова многие наверное знают кто он такой тут у него несколько статей написаны как правильно они против азербайджана не против руководства азербайджана не против народа азербайджана а целиком против азербайджана как государства есть такой сайт называется московский дом национальностей значит mdn точка ру я вам сейчас все это покажу есть такой сайт московский дом национальностей и на этом сайте размещается разные мероприятия которые проводят разные национальности в доме национальностей в значит москве и мы знаем такой организации как азиа роз ази роз давайте мы напишем азер роз на этом сайте и посмотрим результаты и я вам напоминаю что 12 12 марта 2019 года ровно год назад или почти год назад вот туда же написано 12 марта 2019 года р о национальной культурной автономии азербайджанцев конференции общественных азербайджанских организаций и написано но на самом деле всем нам известно что это была антиазербайджанская значит конференция где участвовали антиазербайджанские элементы некоторых из них вы знаете хорошо давайте я вам их покажу ну смотрите некоторые из них да допустим а вода даже керемова все знают что он явный антиазербайджанский элемент московской диаспори азербайджанцев других персонажах представляет не буду михрибан садыха вы тоже знаете не за мебе и вот это илона госпожа я не знаю но хочу обратить внимание вот на этого персонажа это вот тот самый исмаил шабанов исмаил шабанов который участвовал в той самой антиазербайджанской конференции в которой проводил азер роз и помимо исмаила шабанова там а значит участвовали представители союза обмен россии то есть левон манукьян значит и другие и другие антиазербайджанские элементы которые сейчас до сих пор находится в россии и борется можно сказать что открытым текстом борется против реальных патриотов азербайджанцев чтобы они ничего не делали для того чтобы объединились азербайджанцы были одной единой целой общиной и хочу вас обратить ваше внимание скоро будут выборы президента федеральной национальной культурной автономии азербайджанцев и прежде чем голосовать за представителей этой организации которые будут преимуществовать всю предыдущую политику этой организации и будут выдвигаться кандидатам именно из этой организации то есть члены этой организации будут представлять своих кандидатов подумайте прежде чем за них голосовать почему потому что среди них могут быть такие антиазербайджанские элементы как агадо дашкеримов так же как исмаил шабанов так же как и видать и мушеванский много разных людей могут там быть вот если такие персонажи как исмаил шабанов который участвовать в каждой конференции азиарос и не только участвовать но и приглашаются как званый гость сидит там на стороне тихо спокойно наблюдает делает заметки и я вас уверяю что он эти заметки делать не в пользу азербайджана не пользу азербайджанского руководства или же азербайджанского государства и все его вся его деятельность связана с армянской диаспорой российской федерации который тоже борется с азербайджанским государством мы знаем что армянская диаспора российской федерации неоднократно проводили провокационное мероприятие с привлечением выходцев из карабаха с провокационными заявлениями про нагорно-карабахской республики с их атрибутами якобы с флагами с гербами и так далее и все это делается в российской федерации которые на международном уровне признала территориальной целостность азербайджана до сих пор придерживается этих правил но такие элементы как из мая шабанов со своими дружками из армянской диаспоры проводят антиазербайджанскую истерику в российских сайтах такие как regnum.ru я думаю что про regnum.ru и про статьи которые там публикуются примут меры правоохранительного органа российской федерации хотя бы предупреждение потому что то что там публикуется это не в рамках дружественных отношений россии и азербайджана это только вредит если там какой-то то ли политик то ли политолог я не знаю как себя называет эсмай шабанов выступает за то чтобы россия россия присоединила себя азербайджан и напрямую вышла к границам ирана что может быть хуже для россии или же арестовать этого человека и наказать по закону конечно так же как это было сделано по отношению к фахратина абазаде который сейчас отбывает наказание в азербайджане можно тоже самое по отношению к исмаилу шабанова сделать то что сепаратисты где бы они не были они будут продолжать свою сепаратистскую а иногда и террористическая деятельность пока не арестованы я вас благодарю за внимание и в конце своего эфира представлю несколько видеоматериалов доказывающих связь сепаратистов исмаила шабанова с сепаратистами из нагорного карабаха которые обе находятся на территории российской федерации армян это наши друзья наши соседи но армяне прекрасно понимают что толши являются заложникам в азербайджан и коварный враг очень коварный страшный и опасный с моря из воздуха начали бить по толшам сто лет прервана нашу государственность моего будем восстанавливать спасибо за внимание всего вам доброго апреля субтитра